Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех зрителей канала ТВ-21 Буй. Вы смотрите очередной выпуск программы «В школе». В нашем эфире всегда самые интересные события из жизни юных боевлян. С вами сегодня мы, ученик школы номер 37 Никита Золотов и ученица 13-й наумовской школы Алена Лебедева. В седьмой раз молодые журналисты ученических СМИ оказались в центре событий. Так назывался уже всем известный в городе фестиваль, который организует городской центр молодежи. Там по традиции и стартовал фестиваль. А продолжился он тоже уже традиционно в медиагруппе «Вариант». В центре событий. В декабре 1996 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днём телевидения вознаменование даты проведения первого всемирного телевизионного форума. Именно к этой дате был приурочен седьмой городской фестиваль молодых журналистов, ученических и студенческих СМИ в центре событий, организаторами которого стали Центр молодежи городского округа город Буй совместно с медиагруппой «Вариант». В фестивале приняли участие ученики школы номер 2, школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, школы номер 37, студенты Буйского техникума железнодорожного транспорта и Буйского техникума градостроительства и предпринимательства. Стартовал фестиваль на базе городского центра молодежи, где участники смогли ознакомиться с программой мероприятия, узнать интересные исторические факты о развитии СМИ в нашей стране и в мире, поделиться опытом организации ученических и студенческих СМИ в своих образовательных учреждениях. Вторая часть фестиваля была организована на базе медиагруппы «Вариант» и началась с обзорной экскурсии. Ребята смогли своими глазами увидеть студию, в которой снимаются телевизионные программы, поучаствовать в процессе обработки отснятого материала, познакомиться с работой газеты «Буй сегодня», почувствовать себя ведущими ТВ-21 «Буй» или русского радио «Буй». Все это стало, несомненно, бесценным, уникальным опытом для ребят. Для некоторых городской фестиваль молодых журналистов, ученических и студенческих СМИ в центре событий станет отправной точкой на пути к профессиональному самоопределению. Целое мероприятие прошло на огромном позитиве, интересно и динамично. Огромная заслуга в этом, конечно, организаторов. В связи с этим коллектив «Центр молодежи» выражает огромную благодарность медиагруппе «Вариант» за помощь в организации и проведении фестиваля. Фестиваль молодых журналистов, ученических и студенческих СМИ в центре событий проводится уже седьмой год подряд. И большую часть этого времени большими нашими добрыми друзьями, партнерами, сотрудниками стала медиагруппа «Вариант» и весь этот дружный большой коллектив. И это говорит о том, что фестиваль не просто жив, он развивается, он растет, он обрастает новыми друзьями, новыми событиями. И это все, конечно, говорит о хорошей положительной динамике. Расскажите ваши впечатления о сегодняшнем дне. Я хотела бы выразить большую благодарность медиагруппе «Вариант». Особую благодарность я бы хотела выразить радиоведущему Владиславу Румянцеву. Провел с нами беседу, кастинг, отобрал выдающиеся голоса. Может, в будущем они станут радиоведущими так же, как и он. Традиционно участниками становятся у нас студенты СУЗов города и учащиеся школы города. Приглашаем и ребят-старшеклассников, и студентов. В основном, конечно, первокурсников, которых еще можно легко заинтересовать. Ориентировано именно на ребят такого возраста, потому что возраст на самом деле интересный. Возраст выбора профессии, может быть, какого-то самоопределения. И вот этот фестиваль, он, может быть, кого-то сподвигнет именно на выбор дальнейшей профессии. Было бы очень здорово, если бы именно на таком мероприятии состоялся осознанный выбор у ребят, осознание того, кем я хочу быть в этой жизни. И, наверное, очень здорово, если человек, получая вот такую небольшую порцию какого-то личного опыта, общения с живыми СМИ, на самом деле для себя понимает, что это точно мое. Вот такая вот любовь с первого взгляда. На самом деле фестиваль этот достаточно, мне кажется, уникальное событие, поскольку имеет он не только какую-то сугубо теоретическую часть, а главное ориентирован на практическую. Это очень интересно, это очень необычно. Кто-то впервые заходит на порог реально действующих СМИ нашего города. Это очень здорово, очень увлекательно. Я думаю, что такие мероприятия должны не просто жить, а развиваться, получать какое-то дальнейшее развитие, дальнейший толчок. Но все-таки хочется, чтобы как можно больше молодежи вообще развивалось в данном направлении. Может быть, кто-то проникется на самом деле этой идеей, возьмет себе это как какую-то, может быть, стартовую площадку для будущего самоопределения. Алена, я думаю, что кто-то из ребят выберет себе профессию журналиста. Я согласна с тобой, Никита. В целях профориентации в средних специальных учебных заведениях ежегодно проводятся Дни открытых дверей. Такие мероприятия прошли недавно в наших техникумах. Подробности в наших репортажах. 29 ноября в Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства состоялся День открытых дверей. Гостями техникума стали ученики выпускных классов школ города. В мероприятии открыл небольшой концерт, подготовленный студентами. Ребята показали гостям свои музыкальные и танцевальные таланты. Арт-команда техникума продемонстрировала сценку о специальностях, которые можно получить в БТГП. День открытых дверей – это, как сказать, символично с тем, что сегодня день рождения техникума. 72 года. Мы отмечаем день рождения техникума. Техникум живет, открывает новые специальности. Каждый день, каждую неделю все новые и новые мероприятия. Я думаю, что каждый из вас может поступить на ту профессию, которая вам нравится. Я думаю, что студенческая жизнь, она самая-самая интересная. Подробнее об интересующих подростков в специальностях ребятам рассказали на мастер-классах, подготовленных работниками техникума. Всего можно было посетить четыре площадки по специальностям – коммерция по отраслям, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мастер-отделочных и строительных работ, гостиничный сервис. На площадке коммерция по отраслям в доступной для ребят форме было рассказано о новой специальности – коммерция по отраслям. Предложена игра «Магазин», где можно было приобрести товары за условные деньги. Затем каждый мог проверить, насколько хорошо он знаком с товарами известных брендов. Ответив на вопросы викторины – угадай бренд. На площадке гостиничный сервис юноши и девушки заполнили анкеты, оформляемые при заселении в гостиницу. Посмотрели фильм, повествующий о том, чему можно научиться, получая специальность менеджер гостиничного сервиса. Школьники узнали о практике, которую будущие студенты смогут проходить в крымском гостиничном комплексе «Мрия Ресорт». На площадке строительства и эксплуатации зданий и сооружений ребята узнали о подготовке и участии студентов БТГП к региональному чемпионату WorldSkills Russia по компетенции «Облицовка плиткой». Кроме того, им подробно рассказали об укладке плитки и показали, как выполняется резка плитки. Всежелающие сами могли поработать мастером-плиточником. На площадке профессии мастера делочных строительных работ абитуриентам объяснили и показали, в чем заключается сухое строительство, как работать с гипсокартоном, с профилями и укладкой утеплителя. Студенты БТГП рады приветствовать в техникуме всех, кто желает получить хорошее образование и престижную профессию. Сегодня у нас была договоренность со школами всего города. И ребята, я посмотрела с преподавателями, пришли с учителями. И 13-я школа, и 9-я школа, все почти школы уже пришли в актовый зал. Я думаю, что все-таки это мероприятие, оно необходимо для того, чтобы они ознакомились с этими специальностями, профессиями, которые они, допустим, придут нам учиться. В этом году, в 17-м году у нас будет гостиничный сервис. Впервые мы на дневное берем всего 10 бюджетных мест. Я думаю, отпор будет очень серьезный, потому что Дмитрий Леонидович договорился с гостиницей в Крыму, будут проходить практику. Два иностранных языка обязательно. Будем учить два иностранных языка, немецкий и английский. То есть они должны будут знать. Илья, скажи, пожалуйста, сюда пришел, хотелось ли вообще, интересно ли посмотреть на техникум изнутри? Да. А почему? Думаю, поступать на строителя. Почему именно строителя выбираешь? Мне нравится. Чем тебе еще техникум понравился? Как ты его можешь описать? Очень красиво внутри, хорошо все объясняет. Ну, в общем, все. Преподаватели как-то помогают, объясняют? Да. Сейчас чем занимались в этом зале? Вырезали плитку. Ну, то есть ты своим решением уже определился? Ну, пока еще нет. А твои одноклассники, как они вообще реагировали на предложение? Ну, радостно. То есть кто-то уже точно пойдет сюда учиться? Наверное, да. Скажите, сегодня, когда сюда шли, какие были вообще ощущения? Хотелось ли идти на агент? Очень хотелось идти. Хотелось узнать, как здесь можно учиться и куда поступать. На кого? Мы долго собирались идти сюда. Давно планировали. Такскурсия, которую вам устроили, что вы нового увидели, что вы нового узнали? Ну, мы много узнали. Узнали, какие отрасли есть, куда можно поступать. И выбрали, куда лучше идти. То есть уже выбрали свою специальность? Ну, я нет еще. Ну, я определилась. Скажи, какая специальность понравилась? Я на гостиничный сервис, она мне больше понравилась. Многое рассказали там, где практика, как все будет, как учиться. И решила, что лучше сюда. Ну, желание есть все равно, появится в суть? Ну, можно так-то. Одноклассники разговаривают о чем-то. Может быть, у них тоже уже появилось желание поступить сюда? Ну, мы слышали только одно, что им очень понравилось. Помочь определиться с выбором жизненного пути, с выбором профессии. Для этого в средних специальных учебных заведениях ежегодно проходят дни открытых дверей для будущих абитуриентов. В этом году мероприятие в Буйском техникуме железнодорожного транспорта прошло в два этапа. Первый день для учащихся девятых классов городских школ. Во второй день для девятиклассников школ Буйского района. Для того, чтобы более организованно прошла встреча, так как школы Буйского района не всегда имеют возможности подъехать в одно время из-за удаленности населенных пунктов. Мы побывали с техниками вместе со школьниками города. Их было около пятидесяти. Тех, кому интересно, чем живет учебное заведение и его студенты. Цель нашего мероприятия – это профориентация для того, чтобы выпускники девятых классов сделали правильный выбор после выпускных экзаменов. Сегодня задействованы все педагоги и мастера производственного обучения. Каждый находится на своем рабочем месте в кабинете или мастерской и сможет ответить на все интересующие вопросы школьников. Здесь пришли те ребята, которые заинтересованы в том, что будет у них на следующий год, что они сдадут экзамены, куда пойдут учиться. Думаю, что многие из тех, кто пришел, уже определились с выбором, может быть, учебного заведения. Возможно, сегодняшний день поможет им выбрать профессию. В начале мероприятия гостям показали фильм, в котором рассказывается об отделениях, профессиях, о внеурочной деятельности. После просмотра фильма для школьников была организована экскурсия по техникуму. Ребята побывали в муздея и библиотеке учебного заведения, посетили кабинеты, мастерские и лаборатории. Особенно долго задержались в поварской лаборатории. Для гостей студенты своими руками приготовили угощения, тем самым продемонстрировав, чему они научились за время учебы. Ребята, скажите, а как на вкус? Нормально. Нет, может, чего-то не хватает? Все нормально. Девчонки очень хорошо готовят. Самым любимым, близким и родным людям, мамам, был посвящен праздник в детском саду номер 117 «Электроник». Его приурочили ко Дню матери. Дети подготовили мамам сюрприз. Стихи к празднику они учили не дома, а на занятиях в детском саду. Поэтому на празднике мамы услышали их впервые. В преддверии одного из самых замечательных праздников – Дня матери в детском саду номер 117 «Электроник» прошли праздничные мероприятия с чаепитием во всех группах. Такие праздники проходят в учреждении каждый год. А в этом году здесь для мам подготовили сюрприз – целый концерт. Воспитанники подготовительной группы выучили песни и стихи о мамах. Причем учили не дома, а в детском саду на занятиях, чтобы мамы не знали о сюрпризе. В этом году решили провести в музыкальном зале. Нам большую помощь оказывают наши музыкальные руководители. Они вместе с детьми разучивают музыкальные номера. Поэтому, чтобы показать детей во всей их красе, чтобы проявить они смогли все свои таланты, мы проводим в музыкальном зале. А так каждый год дети готовят сюрприз для мам, обязательно готовят своими руками, изготавливают подарки. У нас же все доступны очень для детей. Мы подбираем так репертуар, чтобы детям было интересно. И стихи все они простые, они легко запоминаются. Дети у нас все талантливые. Это уже подготовительная к школе группа. Они у нас последний год в нашем детском саду. Мы в этом году их будем провожать в школу. Так что они у нас уже осознанно подходят к подготовке праздников. И сами понимают, что нужно поучить, нужно постараться, нужно потрудиться, чтобы потом принести радость родителям своим. Репетиции помогли малышам хорошо выступить. Интересен был праздник тем, что мамы тоже принимали участие в играх и конкурсах, водили хороводы и танцевали вместе со своими детьми. Целью нашего утренника было единение семьи, чтобы мамы понимали лучше детей. Дети посмотрели на маму немножечко с другой стороны, может быть не в такой привычной атмосфере и в ситуации такой праздничной. Мамы у нас очень активные, хорошие, замечательные. Они всегда поддерживают нас, поддерживают своих детей и всегда очень активно участвуют во всех мероприятиях, какие бы у нас ни проходили в детском саду. Мамы – это самое первое слово каждого человека. И, конечно, всех мам настоящих, которые хотят стать мамами, мы поздравляем с наступающим праздником. Мы хотим пожелать, самое главное – здоровья, счастья, любви, удачи, семейного благополучия, чтобы дети их только радовали, никогда не огорчали. Ну и какие-то есть малейшие недочеты, чтобы на это не обращать внимания. Самое главное – здоровья. Алена, давай напомним нашим зрителям, кто главная героиня Нового года и помощница Деда Мороза. Никита, ну это же все знают – Снегурочка. В Буйском районе состоялся конкурс «Снегурочек». Внимание на экран. В межпоселенческой библиотеке имени Виктора Куликова прошел традиционный новогодний конкурс «Снегурочки-2016» и «Снежинка-помощница Снегурочки». В номинации «Снежинка-помощница Снегурочки» были представлены Кострова Анна Боровский, Сельский дом культуры, Киселева Морешушка, Домский центр досуга, Лазарева Юля Корешский, Сельский дом культуры, Сермягина Алина, Дом культуры, Орфей, поселок Чистая Бары и Мастерова Марина, школа номер один, поселок Чистая Бары. Помощницы «Снегурочки-Снежинки» были представлены в возрастной категории от 7 до 11 лет. В номинации «Снегурочка-2016» выступали Попова Анастасия, Дом культуры, Орфей, Чистая Бары, Ступин Анастасия, Добрецовский, Сельский дом культуры, Березина Виктория, Талицкий, Сельский дом культуры, Румянцева Анастасия, Шушкодомский центр досуга, Мастерова Виктория, школа номер один, Чистая Бары, Нечаева Виктория, Ликурский, Сельский дом культуры. Возраст «Снегурочек» от 12 до 15 лет. Оценивало выступление жюри, в состав которого вошли хозяйка терема знаний и тайн Юлия Дедясова, кудеснице-домастерице замка игрового Елена Веселова, Снегурочка Буйского района Евгения Рингис и королева страны чудес Наталья Булычева. Вы знаете, день-то сегодня у нас не простой, сегодня еще один праздник. Знаете, какой? День рождения Деда Мороза. День рождения Дедушки Мороза. Поэтому вот наш сегодняшний конкурс – это еще один подарок. Наш подарок этому замечательному, чудесному волшебнику. Вы сегодня сумеете по достоинству себя показать и посмотреть, что другие «Снегурочки» в других населенных пунктах района придумали и интересненько сделали. Может быть, что-то на заметочку возьмете. Я всех вас поздравляю с сегодняшним замечательным праздником, с сегодняшним конкурсом. И желаю каждой из вас выступить сегодня достойно. На протяжении всего праздника устраивала козни испытания Баба Яга. Первым этапом конкурса была сказочная дефиле «Визитная карточка». Во втором этапе шоу конкурсантки демонстрировали вокальное мастерство и умение декламировать. Какой же конкурс без творческого этапа? «Снегурочки» и «Снежинки» показали всевозможные новогодние премудрости. «Снегурочки» вместе со «Снежинками» пускались в пляс, как в русский народный, так и в современные ритмы. Одним из последних испытаний был интеллектуальный конкурс и конкурс «Экспромт». У участниц шоу были прекрасные костюмы. Всех, без исключения «Снегурочек» и «Снежинок», поддерживали односельчане и друзья. Меня пригласили в мой любимый деревенский дом культуры выступать. Я согласилась с этим и мне очень нравится. Подготовки к мероприятию проходили долго. За два месяца мы начали готовиться. Ну и каждый день готовились танец, песни. В роли «Снегурочки» я буду поздравлять детей с Новым Годом, их веселить. Я, наверное, пойду по... Мы, наверное, с классом пойдем и устроим какой-нибудь концерт в школе и поздравим всех с Новым Годом. Вот ты в роли «Снегурочки» первый год? Да, первый год. В дальнейшем есть какие-то планы? Может быть, можешь поздравлять, вести елки? Да, есть. Уже влачили эти моменты? Ну, пока нет, но готовимся. Нравится ли тебе все это? Да. А вот в чем самое наслаждение, на твой взгляд? Быть вроде «Снегурочки»? Ну, как все это проходит. Каждая репетиция и потом то волнение, когда ты переживаешь, что же будет дальше. Новогоднее настроение появилось? Да. С ним соперницам я пожелаю удачи, во всем удачи. А в Новом Году всем же тебе? Счастья, главного здоровья и никогда не унывать. Победительницей конкурса в номинации «Снежинка-помощница Снегурочки» стала Сермягина Алина, дом культуры Орфей, Чистая Бары. Главной снегурочкой Буйского района стала представительница дома культуры Орфей, поселка Чистая Бары, Анастасия Попова. Снова я в сказку свою возвращаюсь, возвращаюсь я в сказку угробно. Не хожу я, словно летаю до того, мне легко и приятно. До чего же прекрасна свобода, до чего же свобода прекрасна. И как желтый цветок с небосвода, солнцем лишь улыбается ясно. Благодарная Маше, ведь я не хожу, я словно летаю. Будьте, птички, ромашки, цветите снова годом, я вас поздравляю. До чего же свобода прекрасна, до чего же прекрасна свобода, и как желтый цветок с небосвода. Переходим к новостям спорта. В Буй прошло открытое первенство города по боксу. У буявлян 15 первых мест. В Буй состоялось традиционное первенство по боксу среди юношей, в котором приняли участие боксеры из Буя, Костромы, Красного на Волге и Чухламы. Всего около 60 спортсменов, половина из которых буявляне, остальные гости. Турнир проходил на Спартаке. Соревновались в настоящих поединках мальчишки с 10 лет. До этого возраста 6, 7 и 8-летние боксеры принимали участие в показательных поединках. Это первые 7 пар. Как отмечают тренеры, у спортсменов виден рост мастерства. Они демонстрируют свой мужской характер, умение противостоять сопернику. Можно просто сказать, что для приобретения опыта, для укрепления дружеской связи, но я считаю, что основное – это для ребят проявить свой мужской характер. Те ребята, даже кто вышел сегодня на ринг и даже проиграл, это все равно они уже победили себя. Что не каждый может выйти в ринг при количестве таком зрителей и, скажем, проиграть. Не каждый рискнет. Эти ребята нашли в себе характер, вышли. И, тем не менее, демонстрируют его. Ребята всегда на уровне. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Те ребята тоже приезжают не самые слабые. Именно самых лучших привозят для приобретения опыта. Поэтому бои всегда бескомпромиссные. По итогам турнира у боевлян 15 первых мест. В показательных выступлениях буйские боксеры тоже проявили себя на высоком уровне. Тренер отмечает следующих ребят. Артем Бикинев, Михаил Смелов, Руслан Исаев, Алексей Цвикер, Руслан Антонов, Олег Галанин, Семен Ларичев, Семен Бобров, Эльгиз Бекиров, Слава Суриков, Денис Макаганюк, Иван Коновалов, Глеб Третьяков, Глеб Смирнов, Павел Горбунов, Андрей Курочкин, Григорий Чистяков и другие. В показательных поединках хорошо проявили себя Смирнов Богдан, Арсений Румянцев, Кирилл Смирнов и ученик Ивана Полушина Кирилл Забабурин. Скажи, пожалуйста, сегодняшний бой, как ты его оцениваешь? Ну, тут достаточно мне трудно было. Я выдыхался, потому что я на ногах был. А соперник, как он работал? Ну, он как работал? Не знаю даже. Ну, он мне несколько раз тут попал хорошенечко. И я пытался уворачиваться как-то, прыгивать. Ну, так ты кострому сразу же хороший соперник был. Серьезный? Да, достойные соперники. Соперника нельзя недооценивать. Скажи, пожалуйста, а на бокс уже как давно ты ходишь? Пять лет. Семина, для чего нужно ходить на бокс? Ну, прежде всего для самозащиты, чтобы защитить себя, защитить близких. Так, а еще как думаешь, для чего? Ну, там еще для спортивных достижений может. На бокс нужно ходить, чтобы не болеть, чтобы быть хорошо развитым человеком. Скажи, пожалуйста, Игиз, сегодняшний бой, как ты его оцениваешь? Я оцениваю нормально. Так, а соперник был трудный? Нет. Хорошо. Игиз, скажи, пожалуйста, зачем нужно заниматься боксом? Надо заниматься боксом, чтобы стать сильным. Костром Мячи приехали подготовленными. Очень понравилось принять участие в турнире. Нужно заниматься, чтобы можно было постоять за себя. Хочу поблагодарить как раз Буйское отделение региональной партии «Единая Россия», которое проспонсировало эти соревнования, а также оказали финансовую помощь в проведении турнира. Это Фофанов Сергей, частный предприниматель, Турковский Владимир. Они помогли нам еще, дополнительные призы для ребят приобрели, чтобы наградить. Также у нас дополнительные призы вручаются ребятам за волю к победе, за лучшую технику. А медали, грамоты, все это предоставило партии «Единая Россия». На сегодня у нас все новости. Всего вам доброго. До новых встреч в школе.